В этом году в обсуждении тем приняли участие около 140 видных деятелей политики и искусства, журналистов и блогеров, дипломатов и правозащитников из разных стран мира. Наиболее яркими делегатами форума, несомненно, были духовный лидер буддистов Тибета, Монголии, Бурятии, Тувы, Калмыкии и других регионов. Далай Лама, 14-й, лауреат Нобелевской премии мира за работу, направленную на демократизацию Бирмы. Аун Сан-Су-Джи, известный египетский писатель и публицист Таре Касман, французский историк и политолог Жак Рупник и многие другие. Это очень добра нагода для людей из разных конца мира встретиться вот тут, в этом хорошем месте, разом, и обговорить актуальные проблемы. Проблемы, которые очень разные в этот момент имеют много общего, что в Латинской Америки, что в Азии, Африки, что у нас, скажем, в Украине. Среди тем форума соблюдение прав человека и демократии, культурная и этническая толерантность, желание на высоком уровне говорить на эти темы, заявить об этих негативных явлениях, обсуждать и анализировать их, могут помочь определить и пути решения многих проблем, которые существуют в современном обществе. Вместе с тем форум не дает конкретных ответов на актуальные вопросы и не выносит некие решения, которые следовало бы применить как руководство к действию. Здесь в большей степени говорят о тех ценностях, которые важно сохранить и развить в современном обществе. Речь не только идет о каком-то материальном влиянии. Это тоже, конечно, важно. То есть здесь могут заключаться какие-то договора или, скажем так, перспективы будущего сотрудничества, но тоже и моральный какой-то обмен. Хотя среди поднятых на форуме 2000 тем не было вопроса евроинтеграции Украины, в кулуарах обсуждение шло довольно активно. Сегодня в Чехии проживает, по разным данным, от 100 до 200 тысяч украинцев, потому чешские дипломаты приветствуют стремление Украины попасть в Евросоюз. Но пока в нашей стране не будут проведены целый ряд реформ, мечтать о Европе украинцам преждевременно. Наверное, главной выгодой для населения Украины является то, что в вашей стране уже говорят о необходимости большого количества реформ. Но все эти реформы необходимо будет выполнять. И хочет ли Украина идти по этому очень непростому пути, зависит только лишь от Украины и украинцев. Готовы ли к евроинтеграции сами украинцы? Этот вопрос пока что остается открытым, в том числе и перед самими украинцами. Общество изменилось, но нам по-прежнему не всегда хватает консолидации, смелости и воли в решении общих проблем. Общаясь на заданные темы, делегаты со всего мира успели поднять и множество неанонсированных для обсуждения проблем. Такая глобальность и многослойность – яркая особенность форума 2000, как и тот факт, что участие в подобных форумах мог принять любой желающий человек. Нужно только вовремя зарегистрироваться для участия в форуме и мнение каждого человека услышат на самом высоком уровне.